Мы продолжаем вторую главу книги Шар и Худба и Муна, и с Божьей помощью мы сегодня закончим. О чем говорим на прошлом уроке? Мы буквально одну строчку назад вернемся. Мы говорили о... опять же продолжали речь о том, какая равенница между речью человека и речью Всевышнего. Мы уже много обсуждали то, что буквы, еврейские буквы, это не просто, кроме того, что они внесут функцию просто передачи информации, оставляют слова и так далее. Еврейские буквы, которым творился этот мир, они каждый сам по себе имеют целый сегмент за собой всего творения. И все творение, которое делается, все творение, которое создается, это компиляция между этими буквами. То есть слово телефон, оно существует потому, что есть буквы слова телефон, которые все вместе составляют то, чем является телефон в нашем реальном мире. То есть таким образом наш мир творился. Можно представить себе, что творение мира, это было у Всевышнего целая палитра, целая палитра из 22 spotlights, так сказать, каких-то spots, spot colors, которыми он составлял этот мир, где каждый из этих вариантов, каждый из этих spots, он был целым, целым сегментом творения. И составляет... И составляет... И составляет... И составляет... Да, ну что буду ждать? Я не знаю, что они стоят. Я... Слушай, 20 минут... Да? Теперь... Шшш... Причем здесь этот вопрос к сегодняшнему уроку? Причем здесь... К тому, что мы сейчас говорим. Мы поговорим здесь. Окей? Теперь... Для того, чтобы понять, как же все-таки существует то, что Всевышний творит этот мир речью, творит этот мир комбинациями из букв, нужно понять, что творение, которое сделал Всевышний, то, как сотворил этот мир, оно неестественное. На самом деле так не должно было быть, образно говоря. Что имеется в виду? Что имеется в виду? Что так естественное состояние Всевышнего – это не быть. Естественное состояние Всевышнего – это отсутствие творения. Почему? Потому что до того, как было творение, Всевышний был как-то... Был только Всевышний. После того, как было творение, то Всевышний переложил какие-то усилия, провел какие-то изменения для того, чтобы это творение появилось. Так? Соответственно, то, что мы говорим на прошлом уроке, это можно сравнить с тем, как человек делает что-то. Да? Чтобы человек... Для того, чтобы... То есть, сначала мы сравнили, на самом деле, с чудом, который сотворил Всевышний, с одним из чудес – это течение Красного моря. Нормальное состояние воды в море – это вода, которая течет в море. Так? Теперь, что произошло, когда было чудо сочетение Красного моря? В этот момент Всевышний что-то изменил, и вода начала стоять, как стена. За счет чего он остался как стена? За счет Всевышний предложил к этому усилия. Все это время, что Всевышний... Это же то, что он приложил, и она теперь так сказала, нет. Все это время, что он прикладывал усилия, эта вода стояла, как стена. В тот момент, как он стал прикладывать усилия, эта вода перестала стоять, как стена. Так? Она упала. Теперь... То же самое происходит и у человека. Для того чтобы, я не знаю, как мы с написанием телефон. Для того чтобы телефон, который является предметом, на него действует сила притяжения, должен лежать на нижней поверхности... Да? Должно лежать на нижней поверхности, потому что, работает сила притяжения. Для того чтобы он не лежал на этой поверхности, а был на верхху, то для этого, мы должны его понять. Он не лежит на столе только то время, что мы прикладываем усилия для того, чтобы он не лежал на столе. Сам по себе он должен лежать на столе. Кто-то понимает, что хочет. Окей. Теперь, в тот момент, что мы отпускаем, он возвращается на стол. Мы перестали прилагать усилия, оно лежит на столе. То же самое происходит с сотворением нашего. Наш мир не должен существовать. Для Всевышнего он не должен существовать. За счет чего он существует? Потому что Всевышний захотел это сделать. Кроме того, что он захотел, он еще предложил какие-то усилия. И точно так же, как телефон в своем естественном состоянии лежит на столе, на ближайшей к нему поверхности, точно так же этот мир в естественном состоянии не существует. Благодаря тому, что Всевышний его сотворил, он не сотворил его один раз, а он его творит. Именно это имеется в виду постоянное творение этого мира. Все это время, что он его творит, он таки да существует, как говорят. То есть он существует. Теперь, за счет чего это происходит? Разница, за счет чего это происходит? За счет Всевышний говорит буквы. За счет речи Всевышнего. Всевышний творит этот мир за счет своих высказываний. Тем, что он говорит, этот мир происходит. Теперь, на основе того, что мы объяснили, получается, что его речь кардинально отличается от речи человека. Почему? Потому что мы сегодня будем очень, надеясь, получится привести достаточно красивый пример о том, в чем же отличие, как можем в нашем мире привести аллегорию речи Всевышнего. Когда человек говорит, как говорит Слоунг ворови, вылетит, не поймаешь. Мы сказали, оно перестает существовать. Оно существует в то время, только что мы говорим. По отношению ко Всевышнему, этот момент, он бесконечен. Он говорит его постоянно. И за счет того, что он постоянно проговаривает наш мир, за счет этого наш мир существует. Теперь, как можно постоянно проговаривать? Для того, чтобы это было постоянным действием, а не как у человека с одним моментальным звуком. Для этого должны быть совершенно другие тулс, которыми Всевышний разговаривает. И все эти тулс, это и есть буквы. Всевышний говорит буквами, 22 буквами нашего алфавита, который сотворил этот мир. Из-за того, что он сказал эту букву, сказал это слово таким образом, оно существует. Оно существует именно в этой форме. До того, как он его сказал, оно не существует. И проговариваться имеется в виду, что есть эти буквы, которые являются совокупностью какого-то сегмента творения, который Всевышний вложил в данный определенный знак. И благодаря тому, что они составляются вместе, происходят те или иные творения. То есть все творения – это компиляция этих 22 букв, которые практически бесконечны. Но наш мир по отношению к Всевышнему ограничен, именно поэтому есть только 22 буквы. И вот эти вот каждые буквы – это постоянная речь Всевышнего, которая происходит постоянно. Постоянная или нет все-таки? Потому что ведь мир же не будет существовать вечно, да? То есть, а вот он перестанет договорить. Давай, давай, сегодня, дай Бог об этом поговорю мне. Говорится, есть еще сказать по этому поводу. Ну, понятно, буквы не меняются, то есть, то, что сказано, то есть. Ну, скажи, что человек считает, если… Ну, часть буквы, как бы, тогда, вот, как Паша пример с телефоном, они как бы зависли, если буквы он удержит. Нет, он просто продолжает говорить. Говорились, нет, он… Он продолжает говорить. Эти буквы, они, эти буквы не как речь человека. Мы сегодня поговорим с Божьей помощью, я постараюсь привести пример, который объяснил это больше. Это не как речь человека, что ты сказал буквы просто для передачи информации. Это буква, это и есть, образно говоря, кирпичи этого творения. Когда Альтеребе писал, не писал, а когда он говорил, или как, что он делал, как он там… Это в данном случае писал, как раз в данном случае. Да еще не было теории относительности Эйнштейна. Она очень хорошо накладывается на это, потому что то, что для Всевышнего секунды, для нас, это тысяча лет. Абсолютно, абсолютно. Поэтому то, что он говорит, это, может, вполне сопоставимая человеческая речь, а просто другие… Мы сегодня с Божьей помощью об этом скажем. Ян зашел с Хитосом, я думаю, опа, сейчас прилетаю, Ян зайдет с Хитосом и скажет, Машер пришел! С Хитосом ходит это? Серьезно, что это? Что это он, шумит телефон? Ладно, не важно. Еще с Докобак не беру. Окей? А у него вон карман, это с Докобак. А где Докобак? С ним не созвонил? Ну, а потом он мне написал, чтобы я ему позвонил, а я пропустил, и все остается еще обидеться, за то, что я ему не перезвонил. Ты с ним после урагана общался? Да, он жив, все в порядке. И вчера общался. Окей, надо дальше. Так, окей, давайте прочтем, продолжим читать. Мы читаем на словах, Бенин, что ты играешься телефоном? Серьезно, как в детском саду. Мы на 370-й странице, со слов в Альзе, это практически ровно посередине страницы. Ты еще живашку выжил? От живашки до проституции, это что? Я смотрю, ты серьезно продвинулся. Это было после свадьбы. 200 и какая? 350-я страница. 370-я страница, там практически посередине страницы. В Альзе Наймар. Со начала строчки. Так, В Альзе Наймар, Ваатам и Хеет Кулам. И о том, что мы говорим, как Всевышний творит этот мир, об этом мы сказали, что он творит, он оживляет все. Так, теперь, очень важно подчеркнуть, что мы говорили на прошлом уроке, что что мы говорим? Что такое оживление нашего мира? Да, ведь и живой человек, и мертвое тело, это одно и то же тело. Разница только в чем-то, в том, что является жизнью, что мы не можем идентифицировать. И на самом деле это объясняет, что в нашем мире мы ни о чем не можем сказать утвердительно. В нашем мире на самом деле ничего не существует. Все, что мы воспринимаем в нашем мире, это только набор каких-то функций, набор каких-то элементов, которые мы воспринимаем. То есть книжка, мы можем сказать, она из бумаги, она параллелепипедная, она такая-то, она такая-то, мы можем говорить о каких-то качествах. Но что такое книга на самом деле, мы не можем сказать. Мы не обладаем темный тул, чтобы сказать, что такое сущность какого-либо предмета. Все, чем мы обладаем, это только описать этот предмет. Мы только воспринимаем его за счет какой-то внешней формы. И поэтому сказано, что он оживляет, и мы все вышли оживляем, оживляем все. Что он говорит, аль текри михае эле мегаве, не просто оживляет, а осуществляет. Вове это сущность, а вая это сущность, это переживание. Он дает то, что определяет существование нашего мира. То есть почему Алтареба идет здесь дальше? Потому что на самом деле и мертвое тело, и живое человека не существует. Может кажется, в своем измерении одно, мертвый мир, растительный мир, третий человек и так далее. Но то, что делает Всевышний, он дает возможность существования в принципе даже формы. То есть Алтареб в данном случае подчеркивает, что то, что является сущностью любой детали творения, определяет не только внутреннее наполнение творения, но и даже его форму. То есть потому что книга состоит из букв самых фэй и рэйш, сэфер на иврите, это определяет и форму, и содержание книги. А за счет чего это происходит? За счет того, что самых имеет какую-то функцию, фэй имеет какую-то функцию, рэйш имеет какую-то функцию. Точнее даже не функцию, а какое-то огромное бесконечное количество наборов этих функций. И когда сочетается самый фэй и рэйш, то происходит какая-то реакция, которая дает результат, который является книгой. То есть представьте себе, я беру три элемента, которые составляют вместе в определенном порядке. И именно в этом определенном порядке, в комбинации этих элементов, это дает такую-то реакцию, которую в данном случае мы называем книгой, потому что в такой форме, в таком порядке, из таких-то элементов. То есть можно представить себе просто все творения, как реакцию сочетания различных элементов творения. Бесспорно, в букве самых заложено гораздо больше, чем ту функцию или ту особенность, которую он несет для книги, являясь первым. Но в комбинации с буквой фэй и с буквой рэйш, та функциональность буквы самых, которая проявляется, это именно то, что дает книгу. Понятно? Или не очень? Понятно. Не абстрактно, понятно. К сожалению, к сожалению, это абсолютно конкретно. Сейчас прямо на книге привели, что на что-то... Я понимаю, что они не задают, в смысле, я понимаю, что они не задают, что происходит. Ну почему непонятно? Я не могу представить. Почему непонятно? Мне кажется, как раз представить себе, каждую букву, это набор каких-то функций. Необязательно. Эти все функции заложены в этой букве, давайте попростимся в потенциале. При определенной реакции, при определенных сочетаниях, какая-то из этих функций проявляется. Окей, приведу пример из высокой науки. Что такое адсорбция газа? Абсорбция? Абсорбция газа? Абсорбция? Чувак задвинул. Ну когда газы? Абсорбция газа, за которой полки упала. Абсорбция газов, это система, которая для того, чтобы определить количество содержания, процентное содержание, и вообще присутствие какого-то вещества, то нужно найти какое-то другое вещество, которое будет давать, поглощать его, давать какую-то реакцию, что реагировать на него в той форме, в которой мы воспринимаем. То же самое происходит с буквами. Этот газ, который нам нужно воспринять, он обладает огромным количеством функций, свойств и так далее. Но нам нужно найти именно ту комбинацию, где мы вырабатываем какое-то вещество, как лакмусовая бумажка, на самом деле это же самое, который дает определенную реакцию, которую мы воспринимаем. И реакцию это дает за счет того, что проявляется какое-то свойство этого газа, которое мы можем, скажем, просчитать. У нас в случае то же самое. Буква самых определяет каким-то огромным количеством свойств. Ну так получилось, попробуйте соединить с чем-то другим. Абсолютно. Это такое свойство. Более того, почему это произошло? Если она более, так сказать, абстрактная, как раз мы, потому что Всевышний так сказал. Прошло на каждой школе. Это как раз абстракт. Всевышний так сказал. У нас что такое лакмусовая бумажка? Всевышний так сказал. Кто? Я не знаю. Открой слетевого, у тебя в телефоне есть лакмусовая бумажка. Что это именно? Я тебе покажу потом. Окей. Всевышний так сказал. И вот такая комбинация дала такую-то форму. Но если мы это возьмем не абстрактно, а более конкретно, то есть буква самок, которая несет, например, букву рейш, есть буква фей, которая несет другую функцию. И в этой комбинации они дают то, что называется книг. Другое, наоборот, слово параз, которое влияет в те же самые буквы, оно, это всадник. Или это персия тоже. Или это награда. Наш интеллект, он ограничен для того, чтобы увидеть, как слово книга связано с словом награда, скажем, приз. Праз, наяврите, это персия, это награда. А сефар, те же самые буквы, только наоборот. Я просто беру вещи с листа, это не то, что я там готовлю какие-то примеры, да. А эта книга, как они связаны между собой, мы не знаем. Но у нас есть гематрия. Что такое гематрия? Числово означает. Мы видим, что слово персия и слово книга, наяврите, имеют одну и ту же гематрию. Значит, они как-то связаны. Как? Это уже не в нашего интеллекта понятие. Поэтому мы не видим причин, следственная связь, поэтому у нас остается. Если мы ее видели, у нас бы не было свободы выбора. В персии было написано книгами Гвата Старова. Окей? По-моему, как раз очень конкретно и понятно, что говорит Алтарем. Было бы понятно, если бы так так было. Было бы понятно, если бы вам дали конструктор, вы его буквы сочетали, и тут бы появлялся это творение. Купите себе скрабл и играйте с Сану Шар. Надеюсь, что это какая-то лакмусовая бумажка. Ну, почему значит, что-то. Гугл уже. Как можно неограниченными инструментами создавать мир? Неограниченными инструментами можно только разрушать. Естественное состояние этого мира – несуществование. Потому что наш мир ограничен. Потому что все стремится к антропии. Знаешь, что в контропии. Что ты видишь? Это то, к чему все стремитесь. Орен Соборов, скажи мне. Окей, дальше. Папа бы меня поддержал? Он тебя всегда поддерживает. Соборов, знаешь, чем пиджаки у президентов отличаются на куклы. Это главное. Дальше. Другими словами. Ешми айин. То есть, то, что делает Всевышний из ничего что-то. Это не просто оживление чего-то. Есть кукла-марионетка. Это то, с чего мы начали эту главу. Мы воспринимаем, что Всевышний создал этот мир, и он существует сам по себе. Нет, это не Броновское движение. Нет, этот мир не существует сам по себе. Это постоянное творение из ничего что-то. То, что люди представляют себе, в принципе, это... Здесь, на самом деле, заключается основная проблема, почему люди не ходят в синагогу. В том, что здесь говорит алтарод. Но, абсолютно, почему евреи не соблюдают Тор и Заповедь? Это не модно. Абсолютно четко-четко определение. Потому что простое, человеческое, логическое восприятие этого мира... Не-не-не, все гораздо проще. Точнее, гораздо сложнее. Восприятие нашего мира у человека, это то, что Всевышний... Теперь смотрит со стороны. Всевышний там, мы здесь. Это очень удобное положение, потому что меня это не касается. Бог там, мы тут. Мы здесь, Бог пусть мы вмешиваются. Отсюда я вот скажу сейчас, потому что нету целостного... И такое дебильное, извините за выражение, восприятие Холокоста. Да, что там, ну ладно, там на меня понаезжали вообще в этом еврейском мире, там обвинили меня вообще в антисианизме и во всем чем угодно, когда я написал, что... Когда я просто привел пример сангурских хасидов. Но один мой знакомый, он поставил на Фейсбуке потрясающее видео. Видео, где несколько Холоко-сувайверс, которые кто-то был в Викенбальде, кто-то в Освенцеве, кто-то в Прашном гетто и так далее, они приезжают в те же самые места, да, и танцуют со своими внуками и внучками. В этих местах под музыкой I will survive. И они там пляшут, веселятся и так далее. Я написал, что this is the point. This is celebration of life. We celebrate life, not death. Все здесь, все так мы живем, все близко. Люди начинают, говорят, как кощунство плясать на костях. Нет, люди, которые воспринимают так, они говорят, это далеко, это к нам не относится. Мы вот, вот, Бог не здесь. Нет, Бог здесь, Бог тут. Бог вместе с нами. Бог не где-то большой, который нас сотворил когда-то, и теперь мы живем сами по себе. Нет, Бог здесь. И я вижу людей, которые приходят на лекции Раба. Раба там говорят, там огромный, вот, там коммунизм, мы там всех победили, мы там все сделаем, мы Иркана, он нам всем покажет, а мы там всем перережем глотку и так далее. И все! И никуда дальше это не идет. Почему? Почему? Потому что о Боге мы говорить не будем. Бог далеко. Бог не для нас. Мы здесь живем в этом мире. Воспринимают синагогу как место, которое не ходит. А не место, которое ходит. Синагогу не воспринимают как место, где можно просто прийти, не провести время, как помещаться. Нет. Синагоги нужно трепетать. Синагоги должны быть страшны. Синагоги должны быть... Абсолютно! Воспринимают синагогу сейчас за церковью. Там ты должен замирать у тебя душа. Так именно поэтому люди не ходят в синагогу? В синагоги тоже, скажем так, есть. Да, достаточно. Когда ты приходишь в синагогу, какого хрена я буду ходить в эту синагогу, где мне плохо? Чего? Что я там забыл? Это нормальный, логический... Это то, о чем говорит здесь Алтаребе. Что Всевышний, это не оторванная реальность. Мы не являемся оторванной реальностью Всевышнего. Мы существуем только потому, что Всевышний постоянно творит в этот мир. Каждое мгновение. Все, что с нами происходит. Каждое мгновение ока, это творение Всевышнего. Каждую секунду. Все, что мы делаем. О чем мы подумали? Какую сторону мы повернули голову? Сколько шагов мы сделали? Все, как мы вздохнули, это все постоянное творение. Это и есть Идышкай. Идышкай, это что Всевышний, это все. Окей? Это и есть, что Всевышний, Меаве, Беатам и Хаис Кулам, потому что написано, про Инехемия, комментарии говорят, что нужно читать Гемора, как Талмуд, как Гав, в данном случае. Говорят о том, что Меаве осуществляет. Не просто оживляет, не просто взяли шарик, не дули, или марионетку покрутили, сложили. Нет. Даже марионетка, которая лежит, ее не крутят. Она существует, такой, как она есть, потому, что Всевышний каждое мгновение ее творит. Как мы говорим. Веатам, Эм, Пхинат, Тиот, Ме, Алиф, Аттав. А что сказал? И ты оживляешь всех. Не говорится Всевышний оживляет всех. Не говорится Ашем и Луким. Тогда говорится слово Аттав, ты. Так сказать, на короткой ноге. Почему употребляется именно это слово? Потому что это тоже является всеминым. Одно из самых важных всевышних, отражающих самый высокий уровень у Ацмус Всевышнего, как такового. Что он включает? Он включает в себя А, Аттав, букву Алиф, букву Тав и букву Эй. От первой до последней буквы. Веселец, алфавит, это буква Эй. А что такое буква Гэй? Это Всевышний. Это две буквы, которые мы видим Всевышний. Здесь Алтар Эйба идет еще дальше. Гэй и Гэй муцота П. А буква Гэй это пять, буква Эгематрия, буква Э, это пять. Пять способов произношения. Горло, нёг, язык, зубы и рот и губы. Теперь посмотрите, что такое творение. Что такое творение? Это постоянный звук. Точнее, даже не звук, а дыхание. За счет чего мы говорим? За счет чего мы выпускаем воздух. Через воздух. Через воздух. Через все, что вот это у нас есть. И за счет того, что волны работают те или иные части нашего звукового аппарата, образа скажем. Да? Сюда происходят те или иные звуки. Это и есть АТА. АТА включает в себя все буквы алфавита, все варианты проявления Всевышнего в этом мире через пять этих каналов. Или комбинацию нижний, нижний. Понятно? Поэтому видится, что Всевышний он вдохнул его дух жизни. Потому что речь это дыхание. Дыхание постоянное. Здесь можно идти гораздо глубже, гораздо дальше. Дыхание Всевышнего тоже так же, как дыхание человека. Оно души три. Оно в двух направлениях. Вдох и выдох. Поэтому есть седр и лаба и алуль. Поэтому есть порядок снисхождения и поднятия Божественного Света. Что такое выдох Всевышнего? Что такое выдох Всевышнего? Выдох Всевышнего это заповедь. Что такое вдох Всевышнего? Это наше выполнение заповедей. Это и есть порядок снисхождения Божественного Света. Всевышний выдыхает в нас дух жизни. Он дает нам заповеди Мы возвращаем это обратно тем, что мы эти заповеди выполняем Это вдох Всевышнего Отсюда простое решение Если мы не выполняем заповеди То Всевышний не дует на нас И мир перестает существовать Потому что постоянно Это и есть дыхание Всевышнего Как в этом можно убедиться в очи? Потому что люди, которые не исполняют заповеди Более того, посылать, например, евреев в газовые камеры Они точно так же живут, припевающие, как те, кто исполняет заповеди Может быть, даже лучше В чем вопрос? Как мы знаем, что это правда? Не знаю? Какая разница? Твой вопрос в том Как объяснить другому человеку? Ну, считать так Если вопрос, как объяснить другому человеку, то это сразу объяснять не надо Потому что то, что мы сейчас говорим Если человек поставит Что, а кто это сказал? А где это написано? Забудь Кто это сказал? А он это не воспримет Не воспримет то, что мы говорим Мы сейчас говорим По той или иной стадии Рано или поздно должен возникнуть мой вопрос Окей Зачем это все соблюдать? Стоит ли это все соблюдать? Если люди, которые ничего не соблюдают Это дело даже наоборот Если они живут ничем не хуже Тех, кто соблюдает Тогда ты задаешь простой вопрос А тебе нужно соблюдать только, чтобы жить лучше или хуже? А то неплохо, а то же не мало Но некоторые живут только в одном мире Нет, там дальше есть Не надо Пославление о покаянии Он это все объясняет Не надо Да Пожалуйста Нет проблем Если человек говорит Я живу только чтобы не было хорошо Пусть живет так и пусть так нужно Пожалуйста Так кто же против Я тоже живу только чтобы не было хорошо Точно так же У тебя есть вариант Как жить чтобы тебе было хорошо? Живи Но я ищу вариант Который бы сделать так чтобы не было хорошо Окей Ищи Ещё раз Янкерин Ты не можешь доказать человеку Ничего другому человеку нельзя доказать Пускай мне доказать Человек приходит и говорит Настоящая жизнь это Пыхнуть, потрахаться Погулять, поколбаситься Поглотать и понюхать А как ты ему ваше возражение? Нет, я не возражаю Пожалуйста Я не тот человек Который будет идет И говорит Который будет на рынке Бегать по Иерусалиму И девочка Который должен никого И приходить себе одежду Нет Это ничего не даст Это понятно И объясни нам человеку Что это неправильно Он жив Объясни нам человеку Что это неправильно Ты не объяснишь Нет Тора Не может Представить Представить Ничего Моментальному Как Тора Это long term investment Говорить Я против того Что говорить человеку О том Что перестань Трахаться с гойками Трахаться с еврейками Он тебе будет лучше Нет Это все Буш Никак не связан Никак не связан Одни вещи С другими Ты считаешь Если человек К тебе приходит И говорит Что ты мне Докажи И так далее Значит Его не устраивает То как он живет То ты Ни в коем случае Никогда ему не докажешь Что ты живешь лучше Чем он Потому что Ему это безразлично Потому что Смысл того Что Конечно Хорошо Он не устраивает Это все понимают Что мне ему ответить Это здоровье Нет У него свой выбор Если у него есть вопрос Он от меня ждет Он человек этот От меня ждет Какого-то направляющего Он может быть Сам знает правильный ответ Он хочет от меня И услышать Он хочет Скажи Придися Сделай Ты хочешь Ответ Я не могу тебе Ответ Каждый ответ Находит Каждый человек Находит Для себя Ответ Ты не можешь Дать человеку ответ Почему это лучше Или почему-то Я никогда не отвечаю На эти вопросы Это глупый вопрос Потом он Женится на гофе И Будет думать Я же пришел За помощью Чтобы мне Подсказали И мне Ничего Нет Мне сказали Иди Смотри Янки Я тебе не могу Сказать Что нужно Отвести Потому что В каждой ситуации Нужно ответить Человеку Совершенно Конкретную Вещь Для каждой Ситуации И нет Это не та вещь Что ты скажешь Человеку Что вот А что лучше Что По другому Тебе сто процентов Ненужно Отвечать На тот вопрос Который он задаст Он не задает Я не говорю О конкретном тебе вопросе Никогда На такие вопросы Нельзя напрямую Отвечать Потому что Человек задает Этот вопрос Потому что Он знает ответ На этот вопрос Для себя самого Но он хочет Ему обидно Что ты Нашел этот ответ Ты не стесняешься Скажем так Ты не стесняешься Этого ответа И ты понимаешь Что есть к чему А он Пока не стесняется А он пока стесняется Этого ответа И ты не противоставишь Ничего Ты не скажешь Гораздо камни Хабать кугол Чем жрать лобстер Нет 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 Ничего с этим сказать Не можешь Тебе нужно Говорить только то Что этот человек Хочет услышать Ничего больше Не нужно Почему не нужно Потому что Если Не нужно Человек хочет Только Оправдание себя И когда Он видит тебя Ему от этого плохо И поэтому Он хочет Чтобы ты ему Объяснил Что Тебя так сказать Провоцирует Чтобы Он мог на тобой Посмеяться Или поиздеваться Чтобы показать Что на самом деле Ему лучше чем тебе Все очень просто Янки Если у этого человека Есть вопрос Нет Гайс Ответ гораздо проще Он говорит В чем проблема В чем проблема Ты считаешь Что живешь Правильно Замечательно Если он спрашивает А как же Бог Если Бог есть То тогда Значит ты живешь неправильно А если ты живешь Ты считаешь Ты живешь правильно Тогда В чем вопрос Или то что сказал Робштайн Если Бог есть То в чем вопрос А если Бога нету То в чем вопрос По-моему Звучит хорошо Не все Кто уверены В том что Бог есть Всегда поступают правильные Почему Нужно человеку Нужно давать правильные Чувак Тебе кайфно От того что Ты там Не знаю Колбасишься Это не потому что Не нужно из этого Ничего придумывать Тебе просто хорошо Вопрос в том что Если Бог есть То напрасно Он тратит время Все Как это то что я говорю А если Бога нет То напрасно Мы тратим время Потому что Он использует Поз trade Поэтому ты должен Просто человеку сказать Просто человеку сказать Если ты считаешь Что Бог есть То что ты от меня хочешь Значит ты сам препар 50 Если ты считаешь Что Бога нет Ты прав И что ты хочешь от меня У меня своё мнение У тебя твоё мнение Нельзя Никто Ни в коем случае Нельзя defining я не говорю про спор я говорю про конкретный разговор какой конкретный разговор? никто не имеет никто не собирается друг другу доказать Янки you can picture what I'm talking about абсолютно, это провокация для того, чтобы не поддаваться на провокацию, провокацию нужно вернуть в обратную сторону это как маркетинг ты должен всегда знать какая твоя конечная цель твоя конечная цель доказать, что ты прав или твоя конечная абсолютно продать пусть ты будешь не прав пусть ты будешь не хорошим человеком самым плохим человеком на свете вопрос в результате пусть Бога нету, пусть ничего нету и так далее как моешься, когда одевал тфилин не важно, какая разница почему человек одевает тфилин один кто-то одевает, потому что моешься, зануда другой одевает, потому что хочешь выиграть в теннисном турнире третий одевает, потому что ему я сказал четвертый одевает, я не знаю почему какая разница поэтому все эти споры, они пустые послушай, когда мой отец очень любит спорь любил спорь, по крайней мере и когда он стал религиозным он естественно в своей компании он всем что-то доказывал, что-то объяснял его все считали за умного человека но он никому ничего не мог объяснить никому ничего не мог доказать и пока он перестал спорить, когда ему Шайя сказал о том, что о чем ты споришь? ты хочешь доказать, что ты прав? или ты хочешь, чтобы ты человек выполнил вторую заповедь? ну ты же не говоришь, что почему я уже выполнял убеди меня в них выполнял что он выполнял что он хочет увидеть? что он хочет увидеть? доказать, что пусть идет в кино за доказательством это люди написали, но пусть это кто-то увидит хорошо соглашайся, мойся что ты хочешь доказать? что ты прав? ну, чтобы он был назад и он был, чтобы ты не забыла какой-то спорить это у тебя self excuse на самом деле, ты хочешь доказать свой храм если бы ты хотел, чтобы он выполнял вторую заповедь ты бы нашел способ как это сделать? не, у него скорее есть такой чувак он скорее все хочет филин одевать а там есть люди, которые одевают филин с удовольствием у него уже как тренитор он говорит, я не могу не хотеть надо деньги ожидать есть люди, от кого он каждый раз уговаривает есть люди, которых уговаривают уже другие люди они там друг на друга наезжают а есть люди, вот как это, я не знаю, несколько лет один человек, он говорит, ну ты мне докажешь что и он ко мне приходит не надо ничего не докажешь не хочешь, не надо до свидания слушай, что такое что он говорит он тебе делает он Богу делает одолжение что надевает филин пусть Бог мне докажет тогда я так и будете одену ни хуй, иди гуляй, кто ты такой понимаешь понимаешь, иногда иногда нужно дать фейсом аптейбл иногда нужно человека иногда нужно, как Абрама Вину при том, что его основным качеством было хесед он был добрым, он всех там замолаживал но когда нужно было пушить, он пушил он пушил, он опускал людей как мама не горюй ты знаешь известную историю с Бирка Самоза то, что ему это шабр рассказывает да в чем проблема? знаешь что? вот и все знаешь что? может быть скажи этому чуваку, что только если ему дадите 10 долларов я вам одену филин и согласись на 2 и согласись на 2 ну почему? слушай 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 не те, которые одевают филин бери у них деньги нет, те, которые не одевают филин на это существует 6 правило Глеба Жигова проявляй человеку искренний интерес искренний интерес абсолютно я не знаю фейсом аптейбл нельзя учить ну конечно это для молодого поколения это можно, Саша можно поверь мне зачем? зачем кого-то бить? нет, я говорю, что есть ситуация я же говорю, кого-то бить есть ситуация, когда нужно фейсом аптейбл о, мой шарбейн был резок не на шутку это потому что он плохо разговаривал он серьезный менеджер был учить молодых это делать что жил за серьезный менеджер, если они все время делали не так, как он им делал евреи он все правильно они все сами были менеджерами они все сами были менеджером каждый был менеджером каждый был менеджером среднего звена а кто был внизу, никто не знает дальше как в Израиле миллионы президентов что эти пять видов произношения с помощью различных спектров это и есть источник Всевышнего так как они произносятся несмотря на то, что у Всевышнего нет формы тела у него нет формы тела но при этом мы видим, как часто в Торе упоминается и сказал Всевышний и говорил Всевышний и так далее что имеется в виду? что несмотря на то, что у Всевышнего нет как такового формы гортани и так далее при этом он все равно он все равно говорит и это речь, то что мы воспринимаем речь Всевышнего в этом мире это и есть на самом деле та же речь, что у Всевышнего только совершенно в другой форме но ее как бы проекция на наш мир это точно так же, что говорим мы просто мы не умеем так сказать держать ноту а Всевышний мы можем тоже Бог, можешь про тексты с Маратом сказать, что нам одного человека не хватает да? не знаю я еще хотел доучить еще чуть-чуть поучить, Вадим еще время не закончилось, я хочу просто заранее и это то, как проявляются эти двадцать две буквы высшие буквы пророкам когда Всевышний Гайз, поймите такую вещь что Всевышний, когда он говорит с пророками когда он говорит с нами, он говорит абсолютно одинаково он говорит одно и то же в чем проблема? мы не слышим мы слышим но мы не понимаем мы думаем, что книга это книга Десезает что такое происходит с пророками? пророки слышат то же самое, что и мы слышат то самое, что и мы но их восприятия пророчества да, дальше будет говорить в конце главы о том, что пророчество это проявление мира А 무서 так, как он проявляется в мире Брия в нашем мире. То есть, когда он находится, образно говоря, на уровне мире Брия, когда как в нем проявляется Ацилус, вот так пророки воспринимают в этом мире. То есть, другими словами, они воспринимают, так сказать, более упрощенную форму высказывания Всевышнего. Что же воспринимаем мы? Мы воспринимаем огромное количество наслоений различных уровней творения, которые приводят к тому, что мы все воспринимаем в этом мире дуально, как минимум. Все в этом мире и хорошо, и плохо. Все в этом мире и материально, и духовно. Наши пророки, своего рода, отсекается вся это наслоение творения, и воспринимается так на Божественном Совете, как и на уровне мире Брия, то есть, в минимальном сокрытии. И те же самые 22 буквы, они воспринимают мир точно так же, как и есть. Те же самые аспекты творения. Только, как они выходят напрямую от Всевышнего, а никак не преломляются, выходя напрямую от Всевышнего, через все аспекты творения, для того, чтобы получить ту форму, которую мы воспринимаем в этом мире. И эти буквы одеваются в их интеллекте и в их постижении в виде пророчества. Что имеется в виду, что дальше они одеваются в мысли и речи, что они воспринимают вещи на гораздо раньше, до срочном уровне, чем они попадают в этот мир. Что делает пророк? Что делает пророк? Мы воспринимаем в этом мире ту же самую информацию, что и пророки, но пророк воспринимает ее на более высоком уровне проявления Божественного Света, где он гораздо меньше сокрыт. И дальше эта информация проходит в этот мир уже через пророка, так как он ее интерпретирует, так как она определивается в его интеллекту, в его мысли. Мы же воспринимаем нашим интеллектом, наши мысли в этом мире. Все, что проходит через все преломления творения. Понимаете? А когда мы слышим пророчества, это пророчества, когда не проходят эти преломления творения, а сразу из уровня Брия одевается в мысли речь пророка. Понятно? Почему теоретически? Вадим, абстрактный теоретически. Не перестань, Вадим, Бог тут. Все, что говорится, это все здесь. Не, я просто не могу понять, что на других мирах, на другую линии передачи информации, если я себе, если вам недоступно. Да. Именно поэтому... Я понимаю, что сказки все не нужны для них, и как бы я их чисто в виде метод формата. Пророк, как говорит Рамбом, это человек, который впадает в кому. То есть он практически уходит из этого мира. И он воспринимает вещи, которые не относятся к этому миру. И пророк отличается от нас тем, что он может эти вещи, которые не относятся к этому миру, передать смыслу мысли и речи в этом мире. Он берет книжки с верхней полки. Обамы не пророк. Как бы не человек, который он вернулся. Когда он воспринимает эти вещи, он не человек от нашего мира. Мы все можем воспринимать эти вещи. Мы все видим сны. Мы все видим пророчества. Но хрен кто-то может рассказать. Пророк, это тот, который видит пророчество, и пророк должен быть праведником, и так далее. Это человек, который обладает, и когда-то могли научиться, и так далее. Но это человек, который может эти вещи воспринять, и с помощью мысли и речи передать в этом мире. Понятно? А вот видишь, что в школу пророков это желание, как бы, то есть они не вести в этом свое служение, в этом мире? Как это происходило раньше, не знаю. Из каких платежей вообще? Круто, что? Во-первых, это пантово. Такую табличку дают. Может, там хорошо платят. Дэн, смотри, у тебя здесь карта перевернут. Почему люди покупают, я не знаю, почему люди покупают, потому что здесь написано Келвин Клайн? Это бренды. В школе пророков давали тоже такую табличку. Это было круто. Только сегодня мы можем пойти купить. Девайс, девайс. Девайс. Мы разотвечаем.